С нового года нефтяники станут платить налог на прибыль по минимуму, а именно в размере 13,5%. Соответствующий законопроект приняли накануне парламентарии Ненецкого округа. Однако нововведение коснется только предприятий и организаций, входящих в состав так называемой консолидированной группы налогоплательщиков. Кто входит в эту группу и что принесет округу такое понижение, расскажет Михаил Малеев. Это уже второе слушание законопроекта. После первого депутаты отправили документ на доработку. После внесения изменений законопроект снова был вынесен на рассмотрение комитета. Согласно Российскому налоговому кодексу, ставка на прибыль для организаций сейчас составляет 20%. Из них 2% идет в федеральный бюджет, а 18% в бюджет субъекта страны. В то же время налоговая ставка на прибыль, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами этих самых субъектов может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом по закону она не может составлять меньше 13,5%. Ненецкие парламентарии решили воспользоваться этим правом и внесли на рассмотрение комитета законопроект, согласно которому участники консолидированной группы налогоплательщиков, а именно нефтяники, платили бы меньше налогов. Губернатор Ненецкого округа Игорь Федоров выдал на принятие этого документа положительное заключение. Данный налог на прибыль сочетается в бюджет Архангельской области, поэтому потерь в данном случае от установления данной льготы окружной бюджет не понесет. Дата вступления в силу данного законопроекта с 1 января 2014 года и действовать до 1 января 2018 года. Законопроект приняли единогласно. Специально для того, чтобы засвидетельствовать это событие лично, в Наринмар приехал Сергей Кукура, первый вице-президент компании «Лукоил», который является одним из самых активных участников той самой консолидированной группы налогоплательщиков. Он поблагодарил парламентариев за решение налогового вопроса и объяснил причину, по которой они вышли с этим предложением в собрание депутатов Ненецкого округа. Наше предприятие, в которое мы вложили уже более 13 миллиардов долларов, сейчас собираемся вложить еще за три года 130 миллиардов рублей дополнительных капитальных вложений. Однако, вы знаете, что нефтяные месторождения сразу не приносят отдачи. Сначала надо вложить в них деньги, потом уже получим что-то от них. Сергей Кукура пояснил, что уже с 2016 года «Лукоил» сможет относительно безболезненно для развития своего бизнеса в Ненецком округе платить налог на прибыль в полном размере. К тому времени, из-за отказа компании от централизованной системы налогопогашения и распределения ее по территориям субъектов Российской Федерации, бюджет нашего региона ежегодно будет получать от «Лукоила» от 300 до 500 миллионов рублей дополнительно. Михаил Малеев и Сергей Качегов, Телеканал «Север».